Слава Богу 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 слышал вот ту женщину которая вот еще до революции начинала свою карьеру и всю жизнь пела всю жизнь пела в храме и вот этот знаменитый аллилуйярий то есть это как бы много раз аллилуйя когда поется это между чтением апостола фрагмента из послания апостола допустим павла к примеру да и чтением евангелия вот очень красивое такое место в литургии православной одно из таких красивейших и вот аллилуйярий называется и вот она когда запела эта бабушка почти столетняя бабушка голос но видно старческий был уже голос почти столетняя женщина но как она пела жалко не было там меня не телефона не было не не камеры записать вот такие голоса еще вот те кстати она была где-то с этих мест тоже тоже волжская где-то с горьковской тогдашней области где-то вот из тех старобрядческих мест где-то даже она пела так но это я не смогу так спеть как она пела но это потрясающе было ну она пела это на одном дыхание и она говорила что их девчонок еще старые певцы еще до революции гоняли знать каким образом вот в нижегородской земле знаете как коса в руки и вперед и пой аллилуйя 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 вот рядок прошли спели еще отдышались и дальше рядок и снова аллилуйя и вот я думаю а я удивлялся откуда у нее столько дыхания чтобы у столетней женщины я молодой не спою так она вот коса в руки как батюшка и ну не бачу тогда еще я сам дяконом еще был вот и вот учитесь так что да летом для певцов для певчих можно такой сделать энкаутер семинар для певцов коса в руки и пошли вперед раз рядок прошли и спели псалом какой-нибудь да потом рядок прошли еще спели вот это старая школа олдскул собственно певческая но говорят еще и там другие певцы многие этим пользовались господь я благодарю тебя за эту честь сегодня снова быть с моими братьями и сестрами благодарю тебя за эту честь хвалить тебя поклоняться тебе прославлять тебя великий бог святой благодарю тебя за то что христос и иисус ты в наших сердцах и ты среди нас верующих ты в нас и ты среди нас ты сказал двое или трое во имя твое собраны там и ты посреди них и сегодня ты посреди нас и мы сегодня свидетели твоего воскресения и мы свидетельством являемся твоего воскресения и сила твоего воскресения воскресение христово видевши поклонимся святому господу иисусу единому безгрешному безгрешному тебе мы поклоняемся христос и святое воскресение твое прославляем ибо ты бог наш кроме тебя иного не знаем имя твое прославляем иди те все верные верные поклонимся поклонимся святому христову воскресенью ибо пришла через крест радость всему миру всегда прославляя имя господа поем о воскресении его распятие претерпев он смертью смерть победил воскрес иисус из мертвых как он и предсказал подавил подавил нам жизнь вечную по великой своей милости христов воскрес аплодисменты воскресшему аминь 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 слава богу братья сестры дамы и господа друзья товарищи сегодня хочу поделиться словом обновление храма обновление божьего храма святого храма и и сейчас время такое предрождественское да но и так же время предханукальное кто знает о празднике обновления в новом завете он только лишь один раз упоминается напрямую именно косвенно несколько раз а напрямую в евангелии от иоанна или иоханан да значит иоанн пишет в 10 главе с 22 стиха и дальше и вот в 22 стихе написано что была зима иисус был в притворе с соломоновым и был праздник обновления то бишь это была вот как раз ханука божья ханука божье обновление божьего храма святого праздник обновления что это за праздник и вообще почему именно на праздник ханука на праздник обновления иисус сказал самое такое провоцирующее что ли и самое такое послание свое знаменитый 30 стих иоанна 10 30 это собственно ну самое самое основное да что было сказано тогда я и отец одно я я и отец одно братья сестры тогда конечно да во времена второго храма когда это звучало это было вызовом просто вообще это было революцией сознание слушайте сейчас время тоже храма только уже третьего храма время храма божьего которое созидается из живых камней на основании апостолов и пророков имея краеугольным камнем самого иисуса христа То есть сам Иисус Христос, Ишуа, Ха-Мо-Шиах, Иисус Христос, он является фундаментом, основанием. И Павел пишет поэтому, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Это 1 Коринфянам уже там 3.11. Вот это очень, очень важное такое послание, что одно основание, сам Иисус Христос. Одно основание. И Он же есть глава церкви. И вся церковь, по сути, весь этот храм, святой Божий, созидающийся, строящийся, есть тело Иисуса Христа. Представляете, телом называется Господним, телом Христовым. И этот храм созидается два тысячелетия уже, братья и сестры. Нам повезло сегодня. Уже не только на основании апостолов, пророков, но на основании уже, слушайте, сколько поколений было. Сколько поколений верующих. Мы сейчас участвуем в строительстве, которое начато было 2000 лет назад. И в каждом поколении были люди, те святые и верные Божьи человеки, которые являлись живыми камнями в этой стройке тысячелетий. И храм созидается. Ну, мне хочется верить, что уже вышел на завершающий этап. Вышел на завершающий этап это строительство. Храма Божьего. Стройка очень серьезная. Но по-прежнему актуально то, что Иисус сказал. Я и Отец одно. То есть, для храма Божьего обновление настоящее. Это единство с Богом. Настоящее обновление всегда в единении. В единстве с Ним. Потому что, по сути, созидает храм Бог сам. Да, через нас. Да, нами. Но Он созидает. Его руки. Они это делают. Там, на Сионе, положен камень скала. Крае угольный. Он стал главою угла. Верю я, в Него не постыжусь. Он мне основание. Он фундамент мой. Сам Иисус Христос. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Братья и сестры. Удивительно. Кто, если из присутствующих, может, среди нас есть еще такие товарищи, которые не совсем товарищи. Ничего не беда. Прямо сейчас можно дело поправить. Прямо сейчас можно, да, действительно, да, призвать имя Господа Иисуса Христа. Может быть, кто-то смотрит, допустим, видео и думает, ну, как бы, а я живой ли камень? И вообще, я участвую ли в этой стройке? Прямо сейчас скажите Господу, Иисус Христос, спаситель Господь мой. Ты мой спаситель. Ты мой Господь. Я принимаю тебя в свое сердце. Отрекаюсь от дьявола, от всех грехов и пороков. Принимаю Иисуса Христа своим спасителем Господом. Поговорите своими словами. Как-то, вот, вы выражаете себя пред Богом своими словами, но самое главное, поверьте, что Бог есть, и Он любит нас. Он отдал Сына Сына Своего за нас, Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он с нами во все дни каким-то удивительным образом. Да, Он ушел на небеса, но Он с нами и среди нас каким-то таким таинственным образом. Два тысячелетия. Мы ожидаем возвращения нашего короля, но этот король, он в наших сердцах. Мы ожидаем, его королевство наступит еще, да, но мы уже являемся частью его королевства. Да, слава Богу. И поэтому в этой стройке тысячелетий очень ответственно сейчас, сегодня, вот, Хануко, обновление храма, чтобы обновлялся храм, и каждый отдельный камень живой обновлялся, и весь этот храм обновлялся. Отцы древности говорили очень красиво. Экклезия сэмпер реформанда. Церковь непрестанно реформируется. Это еще в глубокой древности, еще в третьем столетии нашей эры. Киприан Карфагенский был такой лидер не только Карфагена, но и вообще всей Северной Африки тогдашней. Третий век, это церкви Христовой было тогда всего лишь в обед, как говорится, 200 лет. Всего лишь 200 лет было церкви. Это сейчас нам уже 2000 лет уже. Тогда было всего лишь 200 лет. Но проблемы и тогда определенные были в церкви, очень серьезные. И вот этот святитель, муж Божий, Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагена и лидер Северной Африки, он так и говорил, что экклезия сэмпер реформанда. Церковь непрестанно реформируется. А если не реформируется, то деформируется. Либо реформанда, либо деформанда. То есть, либо мы собираем с Христом, либо расточаем. Либо идем вперед, либо скатываемся назад. Нельзя занять какую-то определенную позицию статично и пребывать в этом постоянно уже все. Ну, диалектика, господа. Все течет, все изменяется. И, в общем-то, в этом тварном мире действительно все течет, все меняется. И мы либо умнеем, либо тупеем. Либо учимся, либо деградируем. Вот поэтому делает Господь нас учениками своими, чтобы мы всегда проходили обучение, всегда мы развивались, всегда совершенствовались. Нет предела этому совершенству. Как Отец Небесный написано. Как Отец Небесный, все. И вот Храм Божий Святой обновляется. В Духе Святом обновляется. Что было тогда, во времена Христа, даже еще раньше еще? Вообще-то, праздник обновления – это событие, вспоминаем, которые были еще лет за 200 до Иисуса Христа. Еще до того, как родился Христос. До Рождества Христова, да? Даже, ну да, примерно больше-меньше 200 лет. Еще со времен Александра Македонского даже, скажу так. Знаете, всегда, что исполнились пророчества библейские в свое время. И вот эта греческая держава разрослась, империя. Завоевания были огромными. Искандер прошелся, да, по всем краям. Наследил везде. И, в общем-то, приходил, как он понимал, освободитель. Неся передовую греческую демократию всему человеческому роду, как бы, да. Вот, значит, и, конечно, его владения были огромные просто-напросто. Вот, он молодой, горячий, но рано сошел в могилу. Значит, после его смерти, ну, как и всегда бывает, благие намерения, а потом, как бы, все рассыпалось. Вот, и, наверное, единственная страна, народ единственный, который Александр завоевал без единого, как бы, как говорится, выстрела, это был Израиль. Евреи сами вышли навстречу Александру и, как говорится, отдали символически, и не только символически, ключи от Иерусалима этому завоевателю. Конечно, греки всякое видали, но такого не видали. Думали, может, это какая-то еврейская хитрость такая, заманила его, сейчас нас заманят, а потом, значит, атакуют. Но мудрецы еврейские, значит, объяснили Эскандеру, что так и так, вот, ты сейчас завоевываешь мир, мир, но не просто ты завоевываешь мир, а сам Бог дает тебе сейчас эту власть над народами. Как? А вот так. Вот Бог еврейский, вот у нас есть храм в Иерусалиме, и вот Бог Израиля, Бог Авраама Исаака Якова через пророков говорил, в том числе говорил, предрекал и твою, вот эту огромную империю, твои завоевания. И рассказали ему из Писания еврейских. Конечно, Александр был польщен и удивлен. Ему дали, так бы, такой ликбез, да, значит, по еврейской духовности, основа Библии, библейского вероучения. Ему рассказали о вере нашей, да, вот, вере Авраама, Исаака, Якова. И, как бы, он был удивлен. Ну, и, как бы, да, евреев милости вот так освободил от налогов, как бы, да, значит, и, в общем-то, при Александре евреям жилось очень хорошо, но недолго. Потому что после Александра пришли другие правители, которые были совершенно не такими просвещенными, да, и не такими прогрессивными. И, значит, они стали евреев притеснять, Израиль стали притеснять. Особенно, когда воцарился Антихрист тогдашний. Антихриста тогдашнего звали Антиох по кличке или по прозванию Епифаний. Епифанус, значит, великолепный. Он себя считал великолепным, вот, он себя считал божественным, и он верил, ну, как и многие тираны того времени, в свое божественное происхождение. И при жизни заказывал тысячи этих изображений своих, статуй таких, этих идолов, с изображением Антиоха и Епифана. И они ставились в каждом городе, больше или меньше крупном. Вот. И он приказал и в самом Иерусалиме поставить свое изображение, и даже в самом храме Божьем. Конечно, священники противились. Много очень священников было истреблено. Много кровушки пролилось, да. Иерусалим был обогрен таки кровью. Завоеватели насиловали уже душу саму еврейскую. Они нагадили на святом. Антиох был настолько коварен и ужасен, как Антихрист именно. Он заявил, что храм этот должен быть посвящен Зевсу. И поставили изображение Зевса, и изображение самого Антиоха и Епифана, и другие изображения поставили в самом храме. Храм был осквернен. Это происходило тоже вот как раз вот, да, в это время. И, значит, специально завели свиней в храм, там их резали и свиной кровью окропляли весь храм. А святое, святое, святым, все было осквернено. Это было время очень страшное для Израиля. Вот. И еще, наверное, страшно было не только этим. Дело в том, что, наверное, страшно было и тем, что среди евреев, особенно среди молодежи еврейской, очень много было эллинистов, сторонников этих перемен. Тех, вы не поверите, но, может, это покажется даже странным, но очень много было тех молодых людей, которые считали, что наша вера иудейская, она уже устаревшая. Вера Авраама, Исаака, Якова, все уже, пора на свалку истории отдать ее. Молодежь, фактически, особенно столичная, иерусалимская молодежь еврейская, свой родной еврейский язык уже фактически не знала. И Тору не читали фактически уже, слово Божье, то есть пренебрегали словом Божьим. Читали Аристотеля, Пифагора, Сократа, кого угодно, греческих, считал все передовое, греческое все передовое. Молодежь ходила специально подражая греческим гимнасиям, обнаженной полностью, был культ порнографии, культ разврата, культ там, ну всего-всего-всего, короче. Ресталище сделали, беговые там наподобие. То есть все копировалось с Греции, все копировалось и греческие гимназии. Много молодежи было вообще не обрезанной, фактически, вообще. То есть они жили как греки, жили как эллины. И сейчас не буду все рассказывать, это очень большая история, но беда была в том, что и Антихрист сделал ставку на молодежь, кстати. Потому что тот самый Антиох Епифан, он понимал, что стариков не переделать. Но молодежь, он считал, надо как раз вкладывать все в молодежь. И его поначалу, его расчет был верен, как бы, и срабатывал. Реально, на самом деле, очень много, поднялось новое поколение евреев, необрезанных, совершенно языческих, которые ели совершенно не кошерное все, которые поклонялись истуканам, идолам, которые говорили на греческом языке, свой еврейский уже забыв фактически, или, если и помнив, то пренебрегая им совершенно. Вот. И это поколение было действительно страшным поколением уже. Угроза была, знаете чему? Вообще, самому существованию Израиля. Евреи должны были превратиться, по мысли Антиоха и Епифана, в греков, в эллинов. И это ему поначалу удавалось. Но затем началось восстание. Знаете ли, не все прогнулись под изменчивый мир. И среди молодежи, опять-таки, началось движение пробуждения. Именно среди молодежи. Молодежь священников. Началось с того, что в один из городов, где жили священники, приехали греки. Ну и как они всегда делали, поставили идола, значит, да, и заявили, что вот, люди добрые, граждане евреи, подходите, поклоняйтесь, этим самым вы покажете почтение к нашему императору, вот, и, значит, к нашему правителю, да, почтите его как Бога, и он окажет милость вам, значит, вашему городу, будете здравствовать, как бы. Вот, и тем, кто первым придет поклоняться, первым будут подарки розданы, особые призы, особые подарки, и самому первому еще большое денежное будет вознаграждение. Вот, ну, понятное дело, не на всех смотрели, а на, как бы, самых первых лиц города. И вот нашелся один, да, из рода священников, который вышел вперед и сказал, я, платите мне, я буду поклоняться прямо сейчас. И всех призвал это сделать. Здесь началось восстание. Молодежь, ну, вы, наверное, слышали про маковеев, да? В нашей традиции православной церковной летом обычно празднуем мы, да, спас маковей говорим. В принципе, эти же самые персонажи празднуются только летом. Герои веры, один из этих героев, его звали Иуда, Игуда. Игуда, значит, буквально славящий Бога, славящий Господа, или слава Господу. И этот Игуда был по прозванию Молот, Кувалда. Ну, по-гречески, по-еврейски Макаби. Макаби, значит, Кувалда, Молот. Но он на самом деле был такой еврейский богатырь. У него были руки, как Кувалда. Он мог там быка, бац, в лоб, и тот замертво и падал. Ну, и еще и потому, что у него было оружие тоже. Он взял в кузне молот, как бы, и молотом там крошил, как говорится, да. Вот, значит, не только идолов, но и оккупантов. Короче, земля под ногами оккупантов горела. Вот такой был еврейский богатырь. Игуда Макаби, Иуда Маковей. Ну, и он не один такой был. У них весь род такой был. Знаете, вот все такие были богатыри. Не выговорит. Вот, короче, вся семейка такая была, крепких таких ребят. Вот, и они все организовали такой партизанский еврейский отряд. Ну, началось все вот с того самого эпизода. Короче, один из этих ребят взял. И, короче, прям, значит, вот на месте там и убил вот того негодяя-еврея, который хотел поклониться Истукану и хотел спровоцировать всех евреев на поклонение. Позарился на Мамону. И вот большинство горожан поддержало восставших, значит, и они перебили этот гарнизон, который пришел туда, греческий. И Иуда взял молот, короче, раскрошил этого Антиоха, статую. Не просто даже на кусочки, а в пыль стерли, в порошок стерли. И они везде так делали потом, впоследствии. Когда освобождали Израиль, в каждом городе, которого они освобождали, они идола буквально в порошок стирали. Не просто даже, а в мелкую крошку прям разбивали. И потом говорили, вот смотрите, вот это те боги, которым вам говорили поклоняться. А наш бог небеса сотворил. А наш-то наш, да? Бог, он небеса создал. Он сотворил все. Все. И вот, и это было огромное восстание. Поначалу это было немного, конечно, более чем скромно. Поначалу даже греки сильно не беспокоились. Они думали, ну сейчас вот восстали какие-то отдельные там группы, где-то по горам там ходят, прячутся. Вот, они там посылали отряд за отрядом, чтобы этих, как говорится, ахтунг партизанин, короче, чтобы найти. Вот, значит, и, значит, наказать. Вот, но получалось так, что посылали отряд за отрядом, а, как говорится, чем дальше в лес, тем злее партизаны. Вот, и, как бы, и, значит, отряды пропадали. Греки не дочитались одного полка, другого полка. Да вы что? Короче, значит, император уже забеспокоился. Это, это, сколько там евреев там по горам прячется-то? Ну-ка, давайте, соберите армию. И, значит, на бой, и армия большая была собрана, вот, но Маковей разбили и эту армию. Это уже как вот, ну, партизанский уже не просто даже отряд, а уже армия образовалась, партизанская такая. Вот, они дали бой, и даже у них было, как говорится, тяжелое вооружение такое было у этих греков, они там использовали, и слонов использовали. Короче, значит, ну, у них было преимущество. Но Бог посрамил, и со слонами все были разбиты, вот эти греки. И вот, значит, конечно, самое, что памятное происходило. Кому интересно, почитайте, пожалуйста, книги Маковейские. Они в наших православных библиях печатаются, в протестантских они, к сожалению, не печатаются, но их можно найти в интернете. Они между книгами каноническими и неканоническими. Между книгами Ветхого Завета и Нового Завета. Вот этот раздел, книги неканонические, так называемые. А почему неканонические? Потому что они были написаны уже после составления канона. После того, как канон был составлен, уже после книги Малахии. Ну, за 200 лет до Иисуса, одним словом. Ну, что такое. И вот, и что происходило дальше? Евреи смогли освободить Иерусалим. Это было чудом на самом деле, потому что гарнизон оккупантов в самом Иерусалиме за стенами города был больше, чем этих повстанцев. И тем более, что это были на стенах Иерусалима были профессиональные головорезы, наемники с разных стран. Понимаете ли, то есть шансов у евреев освободить Иерусалим, по сути, вот с точки зрения военной, стратегии, тактики не было. У тех было большое преимущество. Но маковеи прямо под стенами Иерусалима, они каялись в грехах. Они просили у Бога милости, прощения. И они говорили, мы лучше умрем здесь под стенами сейчас Иерусалима, но не увидим больше города оскверненном. Мы не хотим видеть город полный идолов и храм оскверненный. Потому что специально, как на зло, они специально прямо в храме резали еще больше свинья. Свинья визжит, знаете, как в храме акустика. И далеко за городом было слышно, как режут свиней там. И греки говорили, вот, вашему Богу, сейчас поднесем еще там шматочек там. Короче, евреи, все, это была уже как последняя уже капля. Они бросились на штурм. Дрались, как львы, на самом деле. Слушайте, нет ничего более сурового, чем разъяренные евреи, слушайте, доведенные до отчаяния иудеи. Они дрались, как львы, на самом деле. И Бог сделал чудо. Бог послал сверхъестественное оружие свое. Страх, панику. Вдруг у тех было преимущество и в вооружениях, и во всем, и в числе, и в сноровке, и в умении. И они были за стенами крепостными, как бы. Но у них началась паника. Страх напал на них. Ужас напал на них. И они с позором бежали. Евреи смогли освободить Иерусалим. И, конечно, они приходили в храм. Они тут же всех истуканов этих, и Зевса того самого, и Антиоха, всех истуканов просто разбили в пух и прах, короче. В крошку. В порошок стерли просто. Все это в поток кедром выбросили. А потом начали вымывать, вычищать полностью. Вот обновление храма началось-то. Весь храм стали вычищать, вымывать, отмывать. И они, значит, кстати, они шли вроде как бы на верную смерть, но они взяли с собой священников, приготовленных к жертвопоношению, чистых по закону, и жертвы приготовили. То есть, как бы, пониматели, пришли молиться за дождь, но с зонтиком уже пришли. Вот так вот. И когда победа была уже наша, да, то это было 2188 лет тому назад, получается, да. Вот, значит, и храм был очищен, выметен, вычищен, но служение они не смогли как бы запустить юридически. Почему? Есть такая, как полулегендарная такая информация интересная, полулегенда, но она сохраняется из поколения в поколение в еврейском народе. Что, чтобы зажечь минору храмовый семисвешник, нужен был елей, чистый елей, кошерный елей. Тем более для миноры не использовалось обычное масло, обычный елей. Обычное масло, как там, отжим, да? Первый отжим, допустим, да, лучший самый. Вот, но для миноры использовалось елей, который путем нарезания плодов. Нарезание плодов. И это очень драгоценный считался елей, самый драгоценный. По капелюшечке он стекал, и его собирали в специальные сосуды священнические. Искали, обыскались, не нашли. Потом нашли, но один лишь сосуд. Но сосуда этого хватило бы максимально на один день горения. Миноры. А нельзя было так, чтобы зажечь сейчас минору, начать служение, и потом прекратить ее. Надо было постоянно поддерживать огонь, постоянно служение проводить. Нельзя было оставлять. А что делать? А для подготовки нужно было неделю, не меньше. Ну, неделю очищения и день минимум приготовления. То есть, восемь дней, опять-таки, надо было ждать. Но маковеи решились. Они взяли и залили этот елей. Знаете ли, не просто нам на авось небось. А вот с Богом они это сделали. И Бог почтил своих героев. Эта легенда, она переходит из уст в уста, из поколения в поколение, до наших дней. Поэтому, если вы обращали внимание, то на Хануку зажигается минора необычной формы, как правило. Не семисвешная, а девятисвешная. Восемь свечей и отдельная еще такая вот, как бы, шамаш, мы ее называем, служка, слуга, как бы, от которой зажигаются все остальные либо свечи, либо лампадочки. Вот. И это очень давняя традиция, красивая традиция, которая соблюдается до сих пор, до сегодняшнего дня. Кстати, в этом году, сегодня 13-е у нас число уже, по библейскому исчислению времени. Завтра полнолуние получается, 14-е число этого месяца кислева. В Библии он называется кислев этот месяц. Вот. 25-е кислева, первый день Хануки, в этом году выпадает на 8-е декабря. 7-го декабря вечером будем зажигать, может кто-то тоже присоединиться. Я сделаю онлайн, даст Бог, да, зажжем свечи вот на Хануки. Даже минору мы обычно называем не просто минора, а Хануки, Хануки, ханукальные миноры. Вот. И потом 8 дней, в этом году до 15-го числа включительно, гореть будут эти свечи, эти лампады в честь этого удивительного праздника, света и обновления храма Божьего. И знаете ли, суточный запас елея горел не один день, не одни сутки, нет. 8 дней подряд. До того момента, пока не был готов уже новый елей. Чему это учат нас, братья и сестры? Что даже если у тебя, может быть, скажешь, у меня совсем мало, что я могу Богу служить? У меня один сосудик всего лишь какой-то маленький. Используй то, что есть, делай то, что можешь. А Бог дальше совершил чудеса. Я вот продолжил петь тогда, до сих пор. И если бы я тогда бы экономил бы, ну, для себя, чисто голос, допустим, да, и все, как врач советовал, рекомендовал настоятельно-то, то, ну, хватило бы, может быть, на пару лет еще моего голоса, может быть, хватило бы, а может и нет. И все. Но вот отдай это Богу. То, что имеешь, отдай Богу. Даже если это всего лишь там пару рыбок и пять хлебов, казалось бы, на такую толпу. Какой толк? Хоть я хотя бы, хоть сам поем хотя бы. С товарищем своим, может быть, поем. И все. Сделаем себе там фишбургер. И все. И как бы, и нормально. А на такую толпу это вообще ничего. Но они сделали это. Отдали в руки Иисуса. В руках Господа удивительное дело. Маленький сосуд с елеем, он умножается. И елей не заканчивается. Пусть в минорах наших сердец елей до самого второго пришествия Господа нашего горит. Пусть не будет среди нас таких хитроумных таких, которые там не взяли с собой елей, будем договорить, да. Которые для себя так раз, где-то там что-то припасли, нет. Которые зажгли. И которых был этот запас. Я верю в сверхъестественное. Я верю в то, что Бог, он каким-то удивительным образом умножает тот елей, который в нас. Которую Бог дает нам сейчас. Служите Господу, братья и сестры. Пусть обновление храма будет, обновление ума, обновление сердца, обновление тела, даже физического тела. Во имя Христа Иисуса. Благоставляю всех вас, дети Божьи. Благоставляю церковь. И здесь, в Чебоксарах, служите Господу талантами, какие вот у вас уже есть уже, да. И какие еще, может, еще скрытые здесь таланты. А наверняка где-то у кого-то лежат еще какие-то скрытые такие вещи. Пусть это все раскроется во славу Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас. Благоставляю церковь. И не только здесь, в Чебоксарах, но и в Поволжье. Пусть откроются эти двери пробуждения духовного. Всех народов здесь проживающих во имя Иисуса Христа. Пусть чувашский народ и все народы здесь проживающие в Чуваше, и вот марийский, и татарский народ. Вот все народы пробудятся к славе Господа Иисуса Христа и прославляют имя Создателя нашего, Бога нашего. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благословит тебя. Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Истина. Аллилуйя. Аминь. 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 Продолжение следует...